Виктория Александровна, здравствуйте! Спасибо, что встретились с нами. Итак, первый вопрос. Как Банк России выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности? У Банка России существует система мониторинга, которая позволяет выявлять в сети интернет, в социальных сетях и различных мессенджерах признаки нелегальной деятельности, как на сайтах, так и любой другой информации. Кроме того, нам активно о признаках ведения нелегальной деятельности сообщают органы исполнительной власти, средства массовой информации. Мы проводим и мониторинг средств массовой информации, в том числе также нам пишут граждане. При этом стоит отметить, что граждане все чаще сообщают нам не о том, что они пострадали от рук мошенников, а обращают внимание, что на том или ином ресурсе или в деятельности той или иной компании они сами устанавливают признаки нелегальной деятельности и просят проверить. И вот как раз-таки этот факт, конечно же, нас радует, что от рук мошенников тем самым могут пострадать все меньше и меньше наших граждан. Какие мошеннические схемы распространены на финансовом рынке в последнее время? Если мы говорим про статистику, то за первое полугодие текущего года Банком России выявлено свыше 1100 финансовых пирамид, 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Как вы видите, большинство компаний или проектов — это компании с признаками финансовой пирамиды. И если мы вот прям конкретно упираемся в статистику, то 98% из них выявлено в сети интернет. И это говорит о том, что как раз-таки у нас развита система мониторинга, которая позволяет нам устанавливать такие проекты. Всю информацию о таких проектах мы передаем в правоохранительные органы. И уже сейчас можно сказать, что это выстроенная система. Информация о сайтах таких проектов передается на блокировку в Генеральную прокуратуру. Иные другие мошеннические схемы также попадают в поле зрения правоохранительных органов. Банк России информирует их об этом. Ну и в принципе система мониторинга позволяет нам взаимодействовать на постоянной основе с различными органами. Если мы говорим про статистику принятия мер, то за первое полугодие Банк России направил на блокировку свыше 5000 сайтов нелегальных участников финансового рынка. Опять же упираемся в статистику. По материалам Банка России возбуждены 70 уголовных дел. Мы направили на блокировку свыше 5000 сайтов, проектов или страниц в мессенджерах социальных сетей. И это говорит о том, что работа проводится комплексная и она успешно и взаимодейственно налажена на должном уровне. Также сохраняется тренд на геймификацию, если мы говорим о трендах. И вот как раз-таки 22% из выявленных проектов действовали в форме экономических игр. Также с учетом того, что у нас информационные технологии плотно вошли в нашу жизнь, и мы с вами зачастую даже не знаем, с кем мы общаемся. То ли по ту сторону экрана нашего компьютера или телефона сидит человек, или это какой-то бот или робот, то, конечно же, мошенники пользуются этим. Мы также выявляем в телеграм-канале финансовые пирамиды, которые действуют в форме ботов. Это тоже такая тенденция, на которую стоит обращать внимание нашим гражданам. Ну и помимо этого, может быть, вы слышали о том, что буквально в начале этого года была такая тенденция, когда у известных деятелей, у известных блогеров взламывали ютуб-каналы или телеграм-каналы, и тут же мошенники от их имени предлагали вступить в различные криптовалютные проекты с повышенной доходностью. Это говорит о том, что технологии вошли в нашу жизнь, мошенники этим активно пользуются. Также потребителям финансовые услуги стоит обращать внимание на ту рекламу, которая размещается в различных онлайн-играх. Зачастую разработчикам онлайн-игр необходимо зарабатывать деньги, и они, конечно же, размещают в своих играх какую-либо рекламу. Не всегда следят, легальная она или нелегальная. Ну и мошенники также этим пользуются. То есть вот такие тенденции мы сейчас наблюдаем в сети интернет, ну и, в принципе, на таком нелегальном финансовом рынке. Еще одна актуальная схема, на которую мы обратили внимание, это организация финансовых пирамид по принципу различных образовательных проектов. Зачастую сейчас модно обучаться в сети интернет, и мошенники тоже пользуются этим. Можно покупать различные курсы от различных экспертов. И тут мы видим, что некоторые мошенники стали этим пользоваться. В чем это выражается? Пользователь может купить тот или иной курс, и мошенники сразу предлагают ему привлечь друга, знакомого. И помимо того, что обучиться различной тематике, различным курсам, предлагают еще и заработать на этом. Но, как правило, до конца никто не доходит. Появляется и блокировка данного курса, и гражданин теряет денежные средства, и, конечно же, еще и у него портится репутация перед знакомыми. Потому что классическая финансовая пирамида, первый признак — это когда просят привезти друга, и предлагают на этом еще и заработать. По каким признакам житель Карачаева-Черкесии может определить, легально ли участник финансового рынка предоставляет им свои услуги? Мне кажется, не только житель Карачаева-Черкесской республики, но и каждый житель нашей страны должен в первую очередь доверять и проверять ту информацию, которую ему предлагают. Первый признак, который должен настораживать, — это гарантирование доходности. То есть если вы где-то видите громкий лозунг «гарантирую», к примеру, 200% годовых, перед вами финансовая пирамида. Гарантировать заработок, гарантировать инвестиции — это запрещено. Ни один легальный участник финансового рынка не будет этого делать. Что мы предлагаем? У нас на сайте Банка России размещается так называемый предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности, с помощью которого потребитель финансовой услуги может проверить ту или иную информацию о компании. Там удобно настроенный поиск, можно искать как по проекту, так и по наименованию сайта, по наименованию организации, можно смотреть по адресам предоставления услуг. Конечно же, там дополнительно указывается признак нелегальной деятельности, будь то финансовая пирамида, нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг или нелегальный кредитор. То есть он сделан, предупредительный список для удобства пользователя. Плюс к этому мы рекомендуем всегда еще обращаться к списку компаний, которые имеют специальное разрешение или соответствующую лицензию и могут предоставлять услуги нашим гражданам. Он также размещается на официальном сайте Банка России. То есть проверять можно как нелегалов, так и легальных участников финансового рынка. Ну и, конечно же, обращать внимание на ряд признаков. Массированная реклама, гарантия доходности, приведи друга, получи бонус, какой-то подарок, либо повышенный процент. Ну, то есть это самые такие элементарные правила, которые должен соблюдать потребитель, чтобы не попасться на уловку мошенников. Как часто пополняется список компаний с признаками нелегальной деятельности? Список компаний с признаками нелегальной деятельности обновляется регулярно. Можно даже сказать, что он обновляется ежедневно. Система мониторинга работает, соответственно, и список компаний обновляется на ежедневной основе. Что делать, если гражданин уже пострадал от деятельности нелегального участника финансового рынка? Если вы уже пострадали от рук мошенников, мы рекомендуем обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру или МВД. Желательно приложить все имеющиеся документы. Вдруг, если это был заключенный договор, либо это какие-то чеки о переводе денежных средств, это поможет при пресечении нелегальной деятельности в дальнейшем. Конечно же, обращаться в Банк России, чтобы та компания или тот проект попал в список, и другие граждане не смогли пострадать от деятельности данного проекта или компании, или мошенников. Виктория Александровна, спасибо вам за познавательную беседу и желаю вам успеха в вашей работе.